Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы с вами начинаем видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 25 сентября. К сожалению, сегодняшняя ночь стала такой же беспокойной. Ракета Шахеда-Бесия продолжается, и довольно массированный удар был нанесен врагом по южным регионам Украины, а именно по городу Одесса. И сегодня ночью удар был комбинированный, что очень осложняло работу нашей системы ПВО. Но, тем не менее, были применены крылатые ракеты «Калибр». Это, кстати, впервые после разгрома штаба Черноморского флота, где погибло руководство флота. Есть предположение у нашей разведки, точнее, утверждение у нашей разведки есть, что командующий Черноморского флота погиб в этом ракетном ударе. Также были применены противокорабельный ракетный комплекс с ракетами П-800 «Оникс». Это береговой комплекс «Бастион» и ударные беспилотники типа «Шахед». Всего было 33 воздушных цели. Пуски «Шахедов» осуществлялись с юго-восточного направления Приморско-Ахтарск, РФ и «Калибр» с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря, районы Феодосия и Новороссийск. И ракеты «Оникс» спускались береговым ракетным комплексом из района Севастополя. Во время ночной атаки зафиксировано, как я уже сказал, 33 воздушных цели. Из них это 12 ракет морского базирования «Калибр», 2 противокорабельные ракеты «Оникс» и 19 ударных беспилотников типа «Шахед-136-131». Силами и средствами противовоздушной обороны воздушных сил Украины во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих сил обороны Украины было уничтожено крылатых ракет «Калибр-11», то есть столько, сколько было выпущено, и 19 ударных беспилотников «Шахед-136-131». Три ракеты, получается, у нас, точнее не три, две ракеты противокорабельные, это «П-800 «Оник», к сожалению, они достигли своей цели. Ну, давайте я напомню, чтобы, если кто-то забыл, эти ракеты периодически применяются по южным регионам Украины, именно с территории временно оккупированного украинского Крыма. Это противокорабельный ракетный комплекс, но эти ракеты «Оникс» имеют возможность нанесения ударов по наземным целям. Особенность этого комплекса состоит в том, что при дальности в 600 км скорость ракеты составляет 2,5 маха, то есть где-то 2500 км, что делает практически невозможным ее перехват на таких коротких дистанциях с такой большой скоростью. Хотя, если бы у нас было достаточно комплексов таких, как «Петриот» и «Сам-Ти», то вполне возможно, они бы и могли попытаться перехватить эти ракеты. Ракета, одна из ракет попала в «Морводзал». Это визитная карточка была, одна из визитных карточек Одессы, но, я думаю, и там пострадало здание гостиницы. Ну, я думаю, мы все равно отстроим, не дождетесь, чтобы мы сломались и пошли на Попятную. Не дождетесь. Перестроим и гостиницу эту перестроят, и морвокзал отстроят, и набережная будет у Одессы новая, прекрасная. Так что, слава Богу, один человек погиб, он был в зернохранилище, потому что кроме морвокзала и всего комплекса морвокзала, пострадала еще портовая инфраструктура, припортовая, в частности, зернохранилище. Я так понимаю, вторая ракета ударила где-то по промзоне возле порта, и в зернохранилище погиб один человек, к величайшему сожалению. Вот такая вот сегодня была неспокойная ночь с применением таких ракет. И, видите, наша противовоздушная оборона справилась со всеми целями, кроме сверхзвуковых. Далее, кроме того, за минувшие сутки, то есть за вчерашнюю ночь, противовоздушной обороной, нашей противовоздушной обороной, уничтожены три ударных беспилотника типа «Ланцет» и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня. Я так понимаю, это имеется в виду, наверное, уже «Ланцет-3», потому что дальность его применения составляет порядка 100 километров. Мы имели, мы в районе Кременчуга имели пример, когда применялся он на такой дальности на аэродроме, по стоянке самолетов. Ну, по некоторым данным, предположительно, макет, потому как Генштаб не сообщал о потерях самолетов на этом аэродроме. Ложная цель была, но, тем не менее, «Ланцет» долетел. Далее «Сирл» и «Обороны Украины» продолжают ведение обороны на востоке и юге страны, в центре, а также наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки на линии фронта произошло более 32 боевых столкновений. Враг нанес один ракетный удар и 56 авиационных ударов. Также совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктов при фронтовой полосе на всю глубину досягаемости своих огневых средств. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары враг наносил в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской области и в городе Херсон. Под артиллерийским огнем врага оказалось более 70 населенных пунктов, причем не только на линии фронта или в прифронтовой полосе, но и вдоль государственной границы Украины. Это Черниговская, Сумская, также Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Но тут, как бы отвечая на наш вопрос, общий вопрос, как там у нас обстоят дела на северной границе Украины, командующий этой группировкой, объединенным оперативным штабом генерал Наев, показал, есть в сети, можете погуглить, кстати, у генерала Наева есть свой телеграм-канал, где вы можете эту информацию подробно прочитать. Ну, многие его перепостили, и он показал кадры, фото-видео кадры фортификации на границе с Беломосковией. Вот. И с Республикой Беларусь. И, соответственно, добавил, что в течение этой, только этой недели, которая вот прошла, да, на северных границах Украины было отрыто более трех километров окопов и траншей, покрыто более, прорыто более двух с половиной километров противотанкового рва. Это не значит, что он там мы строим, как расшистый царь окоп, да, длиной 70 километров. Нет. На тех участках противотанковый ров, на танкоопасных направлениях, окопы на господствующих высотах, опорники, вот. И было выложено на грунт и установлено порядка двух тысяч мин. То есть, северная граница идет наращивание в инженерном отношении фортификационных систем обороны на северных границах Украины. Далее тут же, в зоне ответственности группы войск Север, на Северском и Словожанском направлениях, тут противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность. И сейчас мы ожидаем, что она будет усилена, потому что есть данные, что в Курскую и Брянскую область прибыли курсанты диверсионных и подразделения диверсионные для обучения, я так понимаю, для обучения мобилизованных, в ведение диверсионно-развитационной деятельности. И, естественно, они будут тренироваться и проводить эту деятельность на нашей территории. Ну, видите, мы все знаем, наша разведка уже это знает, и, естественно, меры, контрдиверсионные меры будут применены к этим курсантам, которые будут обучать диверсионной деятельности на нашей территории. Ну, если будут на нашей территории. Хотя мы в этом не сомневаемся. Далее, в зоне ответственности группы войск Хортица, на Купинском и Лиманском направлениях, тут небольшое затишье в том плане, что противник не предпринимал штурмовых или наступательных действий в отношении наших войск. В основном были позиционные бои и обмен артиллерийскими ударами, то есть артиллерийские дуэли. Это связано с тем, что противник продолжает перегруппировку своих сил, но, опять же, вот тут скажу, они там 25-ю общевойсковую армию заводят, уже мы там, ну, в мозольной языке на этой армии набили, в каком она состоянии очень трудно оценить, потому как она еще находится в состоянии формирования, и ее уровень боеспособности, естественно, очень низкий, ввиду отсутствия боевой подготовки в плане обучения войск, особенно в вопросах боевого применения и взаимодействия. Вот, поэтому, скорее всего, расистское командование оценивает возможности, что можно сделать, как поставить. Но иногда это даже напоминает, как в басне Крылова «А вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты не годитесь». Поэтому, я так понимаю, они не знают, где и чем усилить, а тем более, что трещат другие направления, такие как Бахмутское, такие как Мелитопольское направление, куда необходимо сегодня перебрасывать резервы. Где их брать? Вот это главный вопрос расистского генштаба. Так вот, а на Бахмутском направлении, поэтому, как бы, Купенское и Лиманское направления, здесь позиционные бои. Линия фронта без изменений. На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки и юго-восточной Белой горы. Также противник продолжает попытки, вот упорно продолжает попытки восстановить утраченное положение в районе Клещиевки. Но успеха не имел. Самое интересное, что в районе Клещиевки мы продолжаем двигаться вперед, продолжаем оттеснять противника. Они каждый раз пытаются вернуть утраченные позиции. Они там опорник потеряют, там позицию потеряют. Мы продвигаемся, а они все нас контратакуют, пытаются это все вернуть. Так вот, по поводу нашего продвижения на Бахмутском направлении, южнее Андреевки, передовые подразделения вооруженных сил Украины, вероятно, пока еще ждем подтверждения от Генштаба, вероятно сумели не только продвинуться на юг, в сторону населенного села Курдюмовка, но и заставить противника на одном из участков отойти от железной дороги Бахмут-Горловка. Это вот железная дорога, про которую я вам говорил, они хотели сформировать как бы линию фронта по ней, потому что перейти насыпь довольно проблематично для гусеничной техники еще туда-сюда, а вот для колесной довольно тяжело. Ну, плюс насыпь, как правило, она возвышается над общей местностью и, соответственно, может являться таким как бы рубежом обороны. Но наши войска настолько активно наносят поражение врагу, что на некоторых участках он уже отошел, сам отошел от железной дороги, это уже серая зона, само полотно на отдельных участках. И мы, я так понял, мы прижимаем его к реке Бахмутка. Он сейчас зажат между Бахмуткой и железной дорогой. И вот в этой узкой полоске мы, в принципе, наносим огневое поражение, стараясь использовать в основном дистанционные способы его нанесения. Далее идет группа войск Таврия, которая включает Авдеевское, Маринское, Бердянское, Мелитопольское направления. И тут на трех направлениях без изменений, то есть на Авдеевском, Маринском и Бердянском направлениях, линия фронта без изменений, на всех трех оперативных направлениях враг пытался атаковать, больше всех на Маринском, там 14 попыток было атаковать наши подразделения и вытеснить их с занимаемых позиций. Но ни на одном из направлений противник успеха не имел. Нес потери, как в личном составе, так и в технике и возвращался на исходные позиции. Линия фронта осталась без изменений. А вот на Мелитопольском направлении, тут силы обороны продолжают наступательную операцию. И наши защитники, при том, что на правом фланге нашего вклинения, там в районе южнее Работина, враг пытается атаковать, контратаковать наши позиции, то на левом фланге, в районе Вербова, уже идут бои в самом населенном пункте, и южнее Вербова наши войска продвинулись вперед. Да, небольшое продвижение, но оно есть. И тут надо отметить, что, скорее всего, расчет Реширского командования на то, что 4 десантных дивизии смогут переломить ситуацию и остановить продвижение наших войск, не увенчались успехом. Вот поэтому я вначале сказал, что на Купинском-Лиманском направлении враг не знает, что предпринимать. Там довольно большая группировка, 100-тысячная, и что с ней делать, как их там расставить так, чтобы они вдруг получили максимальную боеспособность, или нарастили максимально боевой потенциал, они не знают. Но этого невозможно сделать, потому что выше головы не прыгнешь. Ну, говорят, выше задницы не прыгнешь. Скажем так, выше головы. Вот, поэтому, а здесь вот десантные эти дивизии, они отходят со своих позиций, пятятся под напором наших войск, и мы опять начали двигаться вперед. Не знаю, есть информация, что помните, когда брали Бахмут, расчетские оккупанты, тогда вот эти даты, весеннее и весеннее наступление, вот эти даты менялись там, к такому-то числу взять, такой-то население, к такому-то числу, такой-то Донецкую область, к такому-то числу. Все постоянно эти даты переносились. Вот сейчас началась новая эпопея. Говорят, что некоторые источники информации, говорят, что Путин поставил Шойгу жесткие условия, но в этот раз жесткие, сейчас объясню почему, что к 1 октября надо остановить наступление вооруженных сил Украины, или силы обороны Украины. Почему жесткие? Потому что 1 января на носу. 1 января надо, во-первых, надо сейчас определяться, там 1 октября надо объявлять мобилизацию, ой, мобилизацию, призыв на действительную военную службу. И вот в Кремле наверняка думают, что же объявлять, мобилизацию или призыв? Призыв или мобилизацию? Без мобилизации войска захлебываются, задыхаются, нехватка личного состава и, соответственно, низкая боеспособность частей. Плюс, все больше растет нежелание среди расширских военных не участвовать в боевых действиях. Отказники растут медленно, но этот процент растет. Вот. Но не объявив мобилизацию, фронт захлебнется. Объявив мобилизацию, можно получить социальное недовольство. А 1 января надо выходить к электорату и говорить о каких-то достижениях и победах и баллотироваться на пост президента Эрефии. Потому что 17 марта в следующем году в Эрефии будут выборы, президентские выборы. Ну, понятно, что Путин победит, но они очень боятся гнева социального. Почему? Потому что не даром Классик сказал, русский бунт бессмысленный и беспощадный. Потому что если начнется хаос в стране, то удержать уже Эрефию от распада будет практически невозможно. А экономическая ситуация ухудшается. Вопрос. Курс рубля держит Набиулина из последних сил Центробанк. При этом теряет Россия валютные резервы и их поступление уменьшается. То есть это может вызвать шквальный обвал или катастрофический обвал курса рубля. Топливный кризис набирает потихоньку обороты. Так что проблем хоть отбавляет. Хоть победы на фронте или как-то стабилизации на фронте можно было бы чем-то удивить. Но нет. Мы упорно продвигаемся вперед. Это что касается Мелитопольского направления. Далее у нас остается зона ответственности группы войск Одесса и таврийское оперативное направление. Оно довольно большое. Оно идет у нас аж от Энергодара до Олешек. Поэтому здесь одно оперативное направление в зоне ответственности группы войск Одесса. Здесь ситуация практически без изменений. Продолжаются обстрелы нашей территории. К величайшему сожалению есть жертвы и разрушения. Мы пытаемся вести контрбатарейную борьбу с артиллерией врага. А также наши силы специальных операций продолжают проводить специальные действия как в дельте Днепра на островах так и на всем левом берегу до Каховки включительно. Противник несет потери. Мы не даем ему закрепиться на левом берегу Днепра и фактически пытаемся контролировать часть прибрежной зоны на левом берегу. Далее подразделение за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по двум поражение двум зенитно-ракетным комплексам врага. Четырем артиллерии вражеской на четырех огневых позициях и один состав с боеприпасами был уничтожен на станции разгрузки. Далее ориентировочные потери расистов за прошедшие сутки составили в личном составе 420 оккупантов в технике и вооружении в танках 5 единиц боевых бронированных машинах 13 единиц артиллерийских системах 27 единиц реактивных системах залпового огня 2 единицы средствах ПВО 2 единицы беспилотники оперативно-тактического уровня 7 единиц автомобильной техники 12 единиц и 4 единицы специальной техники вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на линии фронта и на всех оперативных направлениях поступила обновленная информация уже от нашего генштаба официально о наших о результатах ударов по на оперативном ну я так от себя скажу на оперативном направлении Крым там где мы громим врага в временно оккупированном украинском Крыму и так по согласно обновленной информации по потерям противника в результате проведения спецоперации силами специальных операций Украины или вооруженных сил Украины по уничтожению большого десантного корабля Минск и штаба Черноморского флота помните да БДК Минск в сухом доке был уничтожен была уничтожена подводная лодка Ростов-на-Дону класса проекта Варшавянка так вот там ранее сообщалось об этом что и лодка и вот этот БДК Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону они закончили ремонт они уже были практически не лодка заканчивала ремонт а БДК Минск как оказалось вообще ремонт то есть все средства на них были потрачены и вот этот Минск корабль десантный должен был на следующий день должен был выходить в море на боевое дежурство но не судьба и самое самое здесь как бы ценное то что экипаж этого корабля находился на борту личный состав присутствовал на этом большом десантном корабле безвозвратные потери оккупантов на этом корабле составили 62 члена экипажа были уничтожены вместе с этим кораблем кстати сухой док тоже теперь они не могут даже вытащить их оттуда они не могут заполнить док водой потому что он пострадал далее поражение штаба Черноморского флота если ранее сообщалось по из пабликов в социальных сетях и пабликов РФ и по сообщениям по сообщениям расистских военкоров о 9 погибших и 16 раненых вот то сейчас есть информация о том что в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота погибло 34 офицера среди среди них командующий Черноморским флотом это уже точно что он погиб как бы там сейчас РФ и не говорила что это не соответствует действительности он живой покажите если он живой у нас есть данные что он погиб это подтверждается данными разведки и еще 105 офицеров штаба различного ранга ну даже не так военнослужащих штаба получили ранения различной степени тяжести здание штаба не подлежит восстановлению то есть оно полностью разрушено вот такие вот вот такое вот уточнение также в результате вот наших регулярных атак уже мы скажем что регулярных атак на военные объекты в украинском Крыму временно оккупировано Рашистское командование начало предпринимать меры по защите своих военнослужащих на территории Крыма и ну я думаю что нетрудно догадаться с одного раза что используют Рашисты в качестве живого щита конечно же местное население так вот по данным нашего партизанского движения или движения сопротивления АТЭШ которое успешно действует в Крыму россияне переселяют своих военных из казарм в хостелы и в частные дома они опасаются ударов по военным объектам вот вам опять сущность русского мира надо спрятаться за спинами гражданского населения зная что Украина не будет наносить удары по гражданскому населению так что вот такие вот вот такие вот уточнения и такая обстановка сложилась на на линии фронта и всех оперативных направлений а мы с вами два слова скажем о военно-политической обстановке которая складывается в Украине и вокруг нашей страны ну надо начать хочу с экономической составляющей очень хорошая тенденция я надеюсь она будет продолжаться но мы столько лет об этом говорили столько лет мы об этом мечтали и вот наконец-то сбылось Украина впервые пройдет предстоящий отопительный сезон только за счет газа собственной добычи и как сказал руководитель НАК нафтогаза Украины мы увеличиваем газ собственной добычи в 23-м году было сделано рекордное количество новых скважин и мы продолжим этот тренд в следующем году вот такая вот наконец-то а у нас на сегодняшний день в принципе это основное потребление потребление газа в стране это для обеспечения самой страны то есть для прохождения отопительного сезона вот к сожалению экономика падает и потребление газа для экономики тоже падает ну я думаю после войны мы восстановим но это очень хорошая новость и очень серьезный тренд если в будущем мы продолжим такую же такую же тенденцию далее в украину прибывает кроме кроме финансового аудитора которого мы с вами говорили которая будет проверять затраты точнее поступления помощи также генеральный инспектор пентагона роберт сторч назначен смотрящим за финпомощью украине то есть это опубликована официальная информация на сайте правительства сша вот этот генеральный ген инспектор пентагона с 18 октября открывается его офис в киеве и он будет мониторить всю финансовую помощь украине так что и с 18 октября этот офис этого ген инспектора приступает к своей работе ну и еще одна такая новость для нас больше она политическая чем военная первая партия танков абрамс которую анонсировали все начиная с лойда остина на заседании рамштайн вот заканчивая нашим президентом ну он уже так подытожил что танки едут и в пентагоне еще раз об этом сказали так вот первая партия я так понимаю это те 10 танков которые были анонсированы на рамштайне то есть рота первая рота танков абрамс вместе с экипажами находится уже в Украине так что ну лиха беда начала еще должны еще 21 танк должен прибыть по заранее по предварительной договоренности ну а там сколько реально приедет мы узнаем с вами из мемуаров наших военно-начальников после нашей победы далее на горном Карабахе вот я говорю это 45-й день войны победный день войны когда они за сутки решили глобальную проблему которую пытались размыть Армения вместе с РФ продолжается там смотрите пишут конечно пропаганда российская говорит одно что они там активно помогают защищают на самом деле ситуация выглядит немного по-другому российские миротворцы передали все координаты позиций вот этих незаконных вооруженных формирований вот и отошли со своих позиций спрятались в складках местности координаты они передали как говорит российское военное руководство для того чтобы армия Азербайджана не ударила по позициям российских миротворцев а после того как ну попали вы знаете попал под огонь артиллерии Азербайджана там УАЗик с заместителем попали части этого контингента миротворческого ну когда идут боевые действия все бывает плюс попали в склад то есть практически российские миротворцы остались еще и без боеприпасов в их главной базе попал снаряд склад склад сдетонировал они остались практически без боеприпасов и они быстро ориентировались оттуда после того как они уехали собрались и уехали с Нагорного Карабаха армия Азербайджана войдя туда на эту территорию начало разоружение незаконных вооруженных формирований так вот сейчас в различных районах Карабахского региона из гражданских зданий гражданских опять же русский мир в домах гражданских людей хранили их использовали в качестве складов было конфисковано большое количество военной техники а также оружия и боеприпасов на складе обнаружено большое количество ракет артиллерийских снарядов мин а также боеприпасов различного калибра вот такие вот мероприятия то есть идет полное полное взятие под контроль и восстановление конституции Азербайджана на этих территориях коридор гуманитарный действует все желающие могут проживавшие на этой территории могут спокойно переместиться в Армению их никто их наоборот там пропаганда особенно расисты встречают вот этих вот встречают те кто решил покинуть Карабах с камерами с телевизионными чтобы они рассказали те ужасы которые там якобы творит азербайджанская армия ну в принципе такого там нет основания азербайджанская армия наоборот пришла туда с миром и устанавливает там правопорядок и конституцию республики Азербайджан ну что ж их можно только поздравить с такой молниеносной победой и с решением этого этого вопроса 30 с лишним лет в 93 году по-моему 30 лет 30 лет войны вокруг Нагорного Карабаха это это очень хорошая победа далее Великобритания Великобритания в своем тренде надо отдать им должное молодцы они готов они высказали поддержку Украине и решили ее продолжить в том числе и подготовкой наших военных Британия намерена подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих до конца текущего года об этом заявил министр обороны Британии Гранд Шапс так что из его заявления цитата я только что объявил о десятках тысяч дополнительных боеприпасов общее количество которых уже составляет около 300 тысяч штук и мы предоставим огромное количество дополнительной поддержки и оборудования до конца этого года добавил пан Шапс ну и 30 тысяч военнослужащих тогда они 10 готовили сейчас они будут готовить 30 тысяч военнослужащих они кстати недавно закончили готовить по-моему там тысячу морских пехотинцев для нашей морской пехоты ну и институт изучения войны американский высказался по поводу вот этой ситуации по зерновой сделке кстати вчера по-моему да вчера в следующий корабль судно дошло до Босфора успешно из наших портов из нашего порта и соответственно ну все трубят о том что блокада прорвана я тоже думаю что мы можем вполне сделать коридор зерновой этот коридор там не только зерновой там для вывоза грузов и товаров но вот минуя Российскую Федерацию если не хотят участвовать в этой двухсторонней трехсторонней точнее четырех четырех извините сторонней зерновой сделки вот может быть этим и обоснованы такие бесноватые удары по Одессе и по нашим портам именно потому что ничего не могут сделать чтобы предотвратить вывоз нашего зерна по вот этому зерновому коридору так вот институт изучения войны американский сделал вывод по всей этой ситуации особенно в разногласиях там Украина Словакия Польша Венгрия ну Венгрия понятно это вассал Кремля что Путин скажет то Орбан и делает Словакия уже одумалась и отменяет все запреты решает вопрос транзита через свою территорию уже все вернулось на круги своя с Польшей я вам вчера говорил что президент Дуда сказал что Польша подготовила транзитные коридоры для нашего зерна так вот институт изучения войны проанализировав всю эту ситуацию сделал вывод что это попытка информационно-психологического спецоперации против для того чтобы расколоть и поссорить Украину с Польшей быстрое возвращение Польши к своим обязательствам по Украине указывает что Россия провалила попытку поссорить Киев и Варшаву Крем прилагает много усилий чтобы поссорить Украину с центральноевропейскими партнерами но потерпел неудачу в случае с Польшей так что так что вот такая вот такая ситуация на сегодняшний день договорились нашли общий язык приняли решение как это будет выглядеть так что транзитные коридоры будут работать и наше зерно пойдет через Польшу дальше к своим потребителям Франция Эммануэль Макрон редко его слышно последнее время но печальная у него конечно ситуация Франция теряет свои позиции в Африке там один за другим идут военные перевороты и Францию выдавливают с африканского континента по другому это назвать нельзя так вот президент Франции Эммануэль Макрон заявил что Франция выведет свои войска из республики Нигер до конца до конца этого года там порядка полутора тысяч французских военных вот но они будут уходить потому как новые власти не хотят видеть там присутствие французской армии так что Франция теряет свои свои позиции до этого было Мали до этого были еще там другие другие государства но тем не менее из такой империи Франция начинает потихонечку превращаться в обычную европейскую среднеевропейскую страну ну и не буду говорить что вишенка на торте скажем так из интересных новостей это атака на аэродроме Халина в Курской области беспилотник атаковал помещение где находилось руководство 14-го гвардейского истребительного полка вот среди раненых и погибших командир авиационного полка один из его заместителей группа офицеров летчиков представитель военной контрразведки ФСБ и работники аэродрома то есть во время рабочего совещания в окно штаба влетел беспилотники там взорвался в настоящее время разведка уточняет данные по состоянию вот этих категорий военных перечисленных мною это говорит о том что ну война возвращается бумерангом как бы ни хотели кто посеял бурю кто посеял ветер тот пожнет бурю вот Россия начинает пожимать вот эту бурю которую она посеяла война сейчас полноценно возвращается на Российскую Федерацию ну что ж мы на этом с вами первый раздел нашего видео обзора по оперативной обстановке за прошедшие сутки закончим я по традиции сделаю паузу вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал те кто еще не подписан и соответственно те кто смотрит это видео поставьте пожалуйста ему лайк для того чтобы его могли увидеть как можно больше людей и через некоторое время мы с вами продолжим а продолжим мы с вами а продолжим мы с вами как обычно по традиции это ответом на те вопросы которые вы прислали к предыдущим видео и первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующее пане Олеже питание от в Черкасах впала ракета и кажут сбита была але чому вона взорвалась якщо детонатор підривач треба зводить якщо підривач не зведений то впавши эффект мав бути чисто як від груду металу чи взорвалась би ракета від удару об шось якщо збили напівшляху і коли сама підривач зводиться расскажіть як працює детонатор ракеты і що сама викликає выбух коли сама ракета знає що треба выбухати при ударі чи ж з затримкою чи до слава Україні героям слава смотри вопрос в чём дело в том что когда ракета находится в полёте то взрыватель не взведён і как правило взрыватель взводиться на последнем участке траекторії коли ракета или дрон делают горку то есть поднимается вверх і под острым углом начинают пикировать на цель кстати при подлёте к цели некоторые ракеты которые имеют головку самонаведения например Х-22 ракета она включается за 50 где-то километров до цели ищет цель и корректирует ракету чтобы попасть примерно в эту цель всё зависит от электроники насколько точна точна эта ракета но тем не менее что могло если ракета была сбита то она конечно же получает повреждения и может упасть при этом детонатор ракеты не срабатывает но в ракете вы не забывайте что в ракете есть топливо которое может взорваться и в ракете есть взрывчатое вещество которое при определенных условиях может сдетонировать допустим тротилу нужно детонация нужно удар большой и он тоже может сдетонировать если если при воспламенении допустим топлива и ударе ракету о землю вот этих совокупность компонентов может привести к детонации головной части ракеты тем более что применяется как правило в современных если ракеты более-менее современные то там применяется смешанное взрывчатое вещество тротил гексоген для повышения могущества этой ракеты и поэтому свойства конечно же меняется сам допустим тротил он очень тугой на детонацию ему нужен такой мощный толчок энергии для того чтобы он сдетонировал но такое иногда бывает точно так же как по складу завода Пепси прилетело и там тоже была частичная детонация обломков ракеты и что спровоцировало большой пожар и сгорел этот склад поэтому вполне может быть такая ситуация к сожалению это война и это не часто бывает но такие такие случаи к сожалению бывают а в общем взрыватель взводится на последнем участке траектории у большинства подавляющего большинства ракет Кабы вопрос наш город сегодня был подвержен обстрелам этих Кабов скажите пожалуйста сколько времени летит этот планирующая бомба с момента сброса ее самолета я слышал только нарастающий свист от полета крылатой ракеты а потом взрыв минуту тоже можно определить на слух приблизительное падение а вот Каб интересно знать сколько есть приблизительного времени укрыться смотрите дело в том что Каб он теряется он пускается примерно на скорости ну тут вам в комментариях написали что примерно на тысячу километров в час нет самолеты которые их применяют они дозвуковые точнее они хоть и сверхзвуковые но не сбрасывают эту бомбу на дозвуковой скорости значит это может быть где-то там порядка 900 ну тысяча это предел потому что на тысячи преодолевается звуковой барьер естественно летит он на где-то с высоты 12 километров вот этот Каб пикирует пикирует под углом где-то близким к 45 градусам он пикирует несколько несколько минут может где-то 60-70 километров дальность его планирования на разделите 6-7 минут получается примерно если так брать по этому но он летит на дозвуковой скорости поэтому вы сначала слышите звук а потом прилетает насколько опережает звук этот Каб сказать очень сложно все зависит от того в какой момент начали слышать звук и насколько Каб этот керованая авиабомба потеряла свою начальную скорость она же теряет скорость и высоту вот и таким образом приближается к цели поэтому если вы слышите звук то нельзя терять ни минуты ни секунды надо стараться укрыться либо правила двух стен либо ближайшее убежище либо просто какое-то углубление на земле в виде ямы там докопа траншеи ну что-то такого подобного даже маленький овражек и тот может послужить для вас спасательным укрытием а так сказать точно насколько в ту или иную минуту своего полета насколько кап отстает от своего звука с которым он летит или с которым он падает или планирует правильно так будет сказать к сожалению очень трудно определить господин Жданов у меня такой вопрос была информация о том что россияне поджигают траву на минных полях чтобы остановить разминирование минных полей украинцами однако работала ли такая тактика у русских продолжают ли они делать это и что предприняли украинцы против такой тактики оккупантов об этом я нигде не прочел можете ли ответить вы на этот вопрос спасибо ну в принципе скажу так что действительно была информация о том что они поджигают даже выливают какие-то легко воспламеняющиеся вещества или горючие вещества типа масляной отработки на поля применяли огнеметы для поджига травы дело в том что это не мешает разминированию если мина установлена инженерным способом и правильным точнее не инженерным а правильным способом согласно инструкции то допустим противотанковая мина должна быть накрыта дерном то есть там до 10 сантиметров может быть земли сверху противотанковой мины поэтому поверхностный огонь горения травы ничего ни к чему не проведет противопехотные мины ну если современная в металлическом корпусе то тоже может быть даже не пострадать а допустим советского образца в текстолитовом корпусе она имеет резиновую мембрану сверху мембрана испортится мина выйдет выйдет и тоже технический испортится выйдет из строя вот трава гаснет рано или поздно она все равно гаснет плюс ветер может поменять направление в любой момент вы же понимаете это природное явление поэтому насколько я понимаю расисты сами оккупанты сами отказались от такого способа поджигания травы и больше об этом информации на сегодняшний день не было плюс я не видел нигде фото видеоматериалов где было бы показано что там массовые поджоги травы тем более еще раз говорю пламя прошло и саперы спокойно могут выходить работать на это поле это никак не влияет пока горит да и то вы же знаете что трава на поле она горит полосой узенькой полосой здесь горит здесь не горит и вот эта огненная полоса она просто движется в направлении куда дует ветер и этим же метром это пламя гонимы так что вот такая вот примерно так выглядит эта ситуация почему нам не дают больше хаймарсов или мы не просим или дают но не афишируют ваше мнение Олег Владимирович спасибо я думаю что больше не дают почему потому что я не слышал может быть вполне вероятно что мы заявки отправляем потому как они очень хорошо себя зарекомендовали но максимум что мы можем получать это видимо восполнение потерь если таковые есть ну я имею ввиду в техническом плане потому что в военном плане до сих пор слава богу ни одна пусковая не пострадала от огневого воздействия врага они довольно успешно перемещаются наносят поражение и так далее и во всех пакетах военной помощи которые были опубликованы в открытой печати я кроме боеприпасов к системам М270 и М142 Хаймарс я не встречал нигде самих пусковых установок видимо США считают что количество пусковых то которое они передали оно для нас достаточно может быть я не исключаю такой вариант что может быть их их уже больше стало по сравнению с тем которые нам проафишировали или прорекламировали наше военное руководство вот может быть они и поставляются но пока что к сожалению такой информации нет да и не к сожалению она нам на сегодняшний день как бы не особо не особо нужна потому что мы писать без этой информации переживем а вот генштабу лишний раз говорить о численности наших реактивных систем залпового огня я думаю что не с руки так что информации открытой нет я думаю что больше не дают а восстанавливают подтехнические потери и максимум и поставляют необходимое вот необходимое количество боеприпасов здесь надо слово необходимое на мой взгляд подчеркнуть вопрос про геополитику если Азербайджану удастся соединить обе части своей страны путем захвата куска Армении не значит ли что в будущем Ирану надо приготовиться ведь по обе стороны границы доминируют азербайджанцы и довольно немаленькие цифры интересно ваше мнение ведь тут возможно явное расширение Османской империи ну я пока да мы говорили там про Османскую тюркского мира я даже гипотетически не буду предполагать это предполагать почему потому что я уверен что Азербайджан не пойдет на агрессивные действия в отношении Армении и будут вестись переговоры о создании коридора транспортного коридора для соединения двух частей Азербайджана но то что проживает там кстати по разным оценкам я встретил самая большая цифра которую я встречал 25 миллионов этнических азербайджанцев проживают на недалеко от границы с Азербайджаном на территории Ирана у Ирана это очень больная тема это очень как бы их беспокоящий вопрос и я вам скажу так что если сложится таким образом обстоятельства что этим людям будет предложено выбрать в какой стране они будут жить то вполне возможно что они просто могут оформить свой переход из-под юрисдикции Ирана в юрисдикцию Азербайджана ну например на основании харти по самоопределению народов мира вот такая вот вот такой вот может быть вариант а так ну я не думаю что будут будет Азербайджан предпринимать какие-то силовые шаги по созданию вот этого коридора или вообще по захвату чужой территории они свою только восстановили и вернули поэтому примерно так доброго вечера слава Украине героям слава Олег Владимирович дайте будь ласка так відповідь на таке запитание чему россияне постійно махают своё ядерное зброю показывают фильмы видео рассказывают про час подльоту ходят по улицах с надувными ядерными боеголовками плакатами на Вашингтон и так далее невже они не понимают что их так тоже не будет после ядерного удара не будет ни машин ни яхт ни ничего до чего весь цей цирк ни як по-иншому це не назовеш дело в том что это результат пропаганды когда вот такое поведение российского общества оно связано это результат всей 20-летней пропаганды помните как Путин говорил еще несколько лет назад он говорил что есть Россия есть весь мир нет России нету мира то есть они настолько вбили в голову своим гражданам зависимость существования цивилизации на земле от существования России они там привязали сначала к Путину есть Путин есть Россия а потом сказали без России такой мир нам не нужен вот так вот было сказано что без России такой мир нам не нужен поэтому если с Россией что-то случается она готова сжечь весь мир ну вот они и эти люди даже не задумаются вот то что вы пишете задаете в вопросе о последствиях что когда там их пропагандист выходит Киселев да и говорит что превратим Соединенные Штаты в радиоактивный пепел да чтобы Соединенные Штаты превратить в радиоактивный пепел надо сжечь всю планету нужны нужны такие боезаряды такой мощности вы же сами они даже не задумываются над этим что они сами превратятся в тот же самый радиоактивный пепел или поумирают от лучевой болезни получив смертельные дозы радиации будут мучаться и медленно умирать в муках и страданиях они об этом не задумываются но зато вот знаете как поведение гопника менталитет гопника который вот рассчитывает на первый испуг на гоп-стоп когда там берет свою жертву он рассчитывает на фактор внезапности и на испуг жертвы и пока жертва не сообразила он ее вот то же самое они делают со всем миром то же самое они пытаются делать а если мы нажмем кнопку а вам слабо нажать кнопку вот по такому принципу к сожалению работает и вывести из этого состояния ну очень трудно врачи говорят нужен стресс для того чтобы слетели так встряхнуть чтобы слетели розовые очки и пришло наконец-то понимание или переосознание реальной действительности что пуск ядерной ракеты с ядерной боеголовкой это может быть последнее что они будут видеть в этом мире и мира может не остаться по сегодняшним арсеналам ядерных ядерных боезарядов здравствуйте пан Жданов больше года меня мучает вопрос почему Украина наступает если у России большой людской ресурс людей для мобилизации украинские генералы искуснее не только наши генералы да наши генералы искуснее нас военное искусство лучше поставлено и талант нашего военного руководства намного выше чем у Рашистской Федерации но у нас еще и мотивация наших военных мотивация закончить эту войну победы освободить нашу страну и отгородиться ну видите отойти от Рашистской Федерации только через кровь вот выбрать европейский вектор развития выбрать демократию и социальную справедливость только через кровь у нас это многие понимают и поэтому у нас мотивация воевать на сегодняшний день намного намного выше у Рашистов да людской ресурс неограничен но видите ситуация складывается таким образом что не может Путин сегодня воспользоваться этим неограниченным людским ресурсом желающих довольно мало на 140 миллионную страну 20-25 тысяч в месяц и то в основном же идут не столько за идеологию там за родину за Путина а сколько идут за материальную мотивацию подзаработать денег типа как говорил Дон Корлеон ничего личного только бизнес вот здесь типа то же самое многие пленные об этом говорят идеологически подкованных очень или настроенных очень очень мало очень маленький процент судя по тому как рассказывают пленные расисты то идеологически настроенных очень мало все воюют в основном в основном за деньги или по принуждению когда загребли в военкомат прислали на фронт и сказали не будешь воевать убьем хочешь выжить на рискни у тебя есть шанс выжить бери автомат иди в атаку вот вот такая вот вот такая вот ситуация а у нас все наоборот за разбитые города и села за убитых родных и близких за ограбленных изнасилованных там то же самое родственник друзей и знакомых ну и вообще чтобы отгородиться поставить там действительно ситуация я вижу идет к тому что мы будем строить шестиметровую стену и ров с крокодилами ну образно говоря то есть границу надо будет укреплять как как этот сам линию мажино или линию манергейма по другому нет потому что они там уже школьников они обрабатывают и так далее кстати в Германии в Германии поколение 14-15 лет когда когда западные страны там Британия и Соединенные Штаты пытались начать разъяснительную работу среди юношей и девушек возраста 14-15 лет они пришли к выводу что они сформированные нацисты и тогда внимание было переключено на возраст 6-7 лет вот их воспитывали и первое поколение немцев незапятнанных нацизмом выросло в 80-х годах в 80-х так это при том что они не сопротивлялись они двумя руками за были ну вот особенно это младшее поколение с возрастом они осознавали все что произошло вот и поколение которое было заражено нацизмом оно постепенно отходило но а тут же еще же надо получить допуск к этому обществу к этому общественному сознанию чтобы начать начать сеять зерна доброго и вечного а не русского шаминизма которое привело к созданию русского фашизма вот доминирующие расы вот в чем огромная проблема вот именно поэтому мы воюем намного сильнее чем они меньшим числом меньшим количеством вооружений могут и к сожалению величайшему сожалению ценой жизни наших защитников как вы вважаете как бы Украина подготовилась до войны так как орки на запорежском напрямке то перерила бы весь кордон с Россией и Беларусью побудовала бы деколька ліній обороны мінні поля бетонные укрепления и так далее яким бы був хит війны и че почалась бы взагалі полногоштабна війна при нанні 24 лютого як показывает час добра відбудована оборона на Авдеівському напрямку тримається вже 10 рік я думаю что война была все равно единственное что если бы мы начали активную подготовку к этой войне то допустим в октябре месяце 21 года когда западная разведка уже в открытую опубликовала планы нападения на Украину хотя они выглядели не совсем реалистично но я не верил допустим в эти планы но если бы мы тогда объявили особый период начали бы развертывание армии создание оборонительных рубежей то я думаю Путин просто бы отложил эту войну ну на год на еще на полгода для того чтобы собрать большую армию но избежать войны я думаю мы не могли почему потому что Российская Федерация она просто настроена была на поглощение они и сейчас настроены и не могут допустить того чтобы Украина стала свободной независимой чтобы Украина была демократической страной без Украины нет империи это они вбили себе в голову не знаю почему ну как бы есть там объективные субъективные причины на это но они вбили это себе в голову и отпустить нас на на запад в мир демократии и верховенство права для них это смерти подобно поэтому сколько бы мы окопов не вырыли я думаю что это был бы просто вопрос времени когда бы Рашистская Федерация напала на нашу страну вот таково мое мнение по этому вопросу ну что ж на этом мы с вами вопросную часть тоже закончим и у нас остается третья часть это комментарии приветствия и пожелания которые вы прислали к предыдущим видео и первый комментарий сегодняшнего дня прозвучит следующий доброго вечера в Крыму поблизу Севастополя находится військовый аэродром Кача что ведомо стосовно знищения чи пошкоджения его его або летакив чи геликоптерев які находились на цьому аэродроме дякую насколько я знаю этот аэродром подвергался уже ударам и там рядом с этим аэродромом горели склады вот а так больше пока я так понимаю он там в списке где-то стоит и до него все равно все равно до него дойдет очередь рано или поздно сейчас видите сейчас начали кроме складов с техникой и боеприпасами начали еще органы управления уничтожать ну в частности ЗКП Черноморского флота штаб Черноморского флота поэтому дойдем мы до аэродрома аэродром если мы действительно проредили очень сильно на систему ПВО полуострова то авиация в условиях слабого ПВО не будет так активно работать по нашей по нашей территории поэтому до качи еще дойдет очередь в следующем году российской базы в Гюмри уже не будет это решение было согласовано еще летом Россия теряет и Армению и Кавказ ОДКБ тоже станет сильно урезанным территориальное агентство ТАСС это пишет ТАСС Россия скукоживается ушли из Карабаха уйдут из Донбасса оставят и Крым это уже комментарий зрителя к этому сообщению ТАСС в Украине стоя на коленях провожают последний путь героев а в РФ на коленях просят помочь того кто угробил страну ТАСС 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 в керівництві прекрасно розуміють що ці дії з будівництва рубежів зовсім безглузді вони там цілком усвідомлюють що всю суть справ цієї війни це все більше схоже для картинки для болотного народу створити видимость загрози та дій по запобіганню начи цієї загрози ну і під шумок трохи папіляты це вже певно навіть в бюджет закладають папіляты мається на увазі гроші на будівництві цих оборонних рубежів душой з Україна і слава Україні привет всем із Ізраїля Олег Территориальне управління ФСБ подразделяється в управлінні по городу центру либо столиці дальнього суб'єкта РФ вони в свою очередь подразделяється на отделы по городам либо районам например управління ФСБ по городу Курску і Курська області управління ФСБ по городу Казани і Республіки Татарстан либо же Главне управління ФСБ по городу Москві і Московська області і т.д. т.е. точна копія территориальні структуры органів НКВД і КГБ СССР Короче говоря Савок в путінському рейхі живет і процвітает Ну ось така система Спасибо за інформацію План нападу на Тайвань розроблений експертною групою Центральної військової ради Китаю носить назву Білий дракон і складається з 12 розділів 811 сторінок станом на 1 березня 2023 року Розділ номер 4 цього плану присвячений аналізу політико-экономічних наслідків атаки на Тайвань План передбачає захоплення Тайваню на протязі 8 днів з одночасною висадкою морського і повітряного десанту після концентрованого ракетно-артилерійського удару загальна чисельність задійних сил 50 тисяч з поэтапним доведенням до 120 тисяч термін січень 2024 року Ну, это, да, такой документ гуляє в сети, но думаю, що Китай теперь 10 раз подумає начинать чи не начинайте судя по Київ за 3 дня Тайвань за 8 дней Калининець це Таманська дивізія там же знаходиться і штаб дивізії Да, я, кстати, оговорился вчера, сказав, що це Кантеміровка, нет, Калиниць це 2-я МЦД це Таманська дивізія на, кстати, зависим от топлива і ще как? Як би ви бідели в Литве скільки наших бензовозів покупають з Білоруссі топливо їх тысячи стоять везуть везуть з Білоруссі ну, вот такой комментарий про то, що в Литве Білоруссі, я так понимаю, Білорусь продає своє топливо і в тому числе і наші бензовозы його покупають дуже інтересний комментарий Гречку в США Глава служби внешній розвідки продає Гречку в Соединенних Штатах Америки його фірма записана на його родственника Стріляєть ночі чи рано утром щоб избежати гражданських жертв Ну, тут непонятно хто ночі хто утром хто стріляє Доброго дня Дякую за відео Ті кули котрі влучають в якусь перешкоду або тілу та при цьому та бомова та раскрывається називається експансивні Да, це правда вони називаються експансивні пули Ну що ж на такому военній нотки ми з вами закончимо сьогоднішній видеообзор по оперативній обстановці за прошедші сутки Я благодарю вас за ваше внимание за ваше время що ви досмотрели до цього момента Як всегда приглашаю ті хто не підписав підписався на мій канал Ті хто смотрит цього видео поставте пожалуйста йому лайк Тогда його змогут увидеть як можна більше людей Отдельні слова благодарності спонсорам і тим хто поддерживає мій канал Ну а ми з вами продовжуємо вірити в силу оборони України Перемога Наша Слава Україні Дякую Слава Україні Дякую Дякую